Всех приветствую на канале Friendly Ants. Сегодня будет обзор наших колоний, а также обзор новых формикариев. Почти все колонии за это время у меня выросли, с ними все очень даже хорошо. Первая колония это нигеры. Один человек в комментариях мне написал, что формикарий для них был слишком большой. И да, я это сам заметил, и поэтому решил их переселить в более маленький формикарий, который тоже сам разработал. В этой колонии просто огромное количество расплодов, много личинок, много коконов, да и много появившихся рабочих. Следующая на очереди колония это колония Lasius Flaus. Они у меня живут в формикарии на 3D принтере. Система увлажнения здесь очень хорошая. Вообще я проделал дырочки, а также я вставил нано губку в увлажнитель. Покормим эту колонию. Вообще этот формикарий мне очень-очень нравится. Во-первых, там можно перекрыть секции, я перекрыл с помощью ваты, а также он легок в увлажнение. У него специальное напечатанное блюдечко, а также красивые есть лесенки на арене. В это блюдечко я наливаю сахарного сиропа, который муравьи очень любят. Не знаю почему, но вот Lasius Flaus, они набегают на сироп целой стая, они его просто обожают. Просто посмотрите. Сначала набегают два муравья, но потом они зазывают других муравьев, и там просто набегает стая. А вот и набежали муравьи. Следующая колония это Camponotus Vagus. Колония за это время не выросла. Но я все-таки не могу еще раз посмотреть на колонию флавусов. Почему же не выросли? Ну, во-первых, вагусы раскрыли кокон. А во-вторых, у них погибло два рабочих. Но потом еще из личинки был сплетен кокон, и опять распаковали еще одного муравья. Их надо бы тоже покормить. Иногда, когда я кормлю, у меня выбегают сорейные муравьи прямо мне на стол. И я их, как обычно, ловлю и закидываю обратно в фармикарий. Муравьи у меня далеко не убегают, потому что я, во-первых, замечаю это. Да и мне как-то не страшно, если один хотя бы убежит. Он все равно вернется в фармикарий. Мне нравится, как пьют муравьи этот сироп. У них наполняется брюшко. Это выглядит очень интересно. Но самое интересное то, что у них есть такой процесс, как трофолаксис. Матка так и не прозимовала вместе с муравьями. Почему же? Я не решился их зимовать, потому что колонии матка еще откладывают яйца, у них есть расплод личинки. Ну а вот и процесс трофолаксис. Тот самый. Мне всегда кажется, как будто муравьи целуются. Это очень клево выглядит. Тоже у нас по спасению матки Флавуса. А у нее все очень хорошо. Матка снесла свои яйца. Но перед этим я ей поселил одного рабочего и закинул ей один кокон Флавуса, который она уже успешно распаковала. Зачем же я поселила рабочего? Во-первых, рабочий поможет матке с развитием. А второе, рабочий может ее покормить. У нее есть уже свой расплод, есть личинки. Я надеюсь на развитие этой колонии. Следующая колония на кормлении, вот это как раз таки, которую я показывал в начале видео, Лазиус Ниггер. Их очень много, да и сироп они тоже очень любят. Прям как Флавусы. Муравьи вкусно попивают сиропчик. Ну и конечно же потом я тоже заметил то, что они сразу же сбежались на сироп. В колонии просто немеренское количество расплод, я это буду повторять много раз. Ну а теперь колонии Ниггеров на продажу. Бывает их покормить та еще задача. Это занимает достаточное время. Для вас будет ускоренное видео, а вот для меня минут 20 работы и потение. Следующая колония это Мессерструктор. Многие говорят то, что сироп не вреден для Мессерструктор, а кто-то говорит, что вреден. Но я и тому, и тому источнику как-то не доверяю, просто не кормлю их сиропом. Закидываю им личиночку знахаря. Колония также размножилась, у них есть запас семян хороший. Ну и конечно же не без трупиков, и иногда я убираюсь их. Этот формикарий тоже на 3D принтере. А вот здесь рабочий Мессерструктор выходит на охоту. Изначально рабочий изучает свою жертву, а уже потом на нее бросается. Бак! И вот она сцепка первая. А потом он подзывает подмогу. Это тоже очень интересный процесс охоты в виду Мессерструктор. Кто-то говорит, что Мессерструктор это не охотники. И да, отчасти да. Но когда их много, это просто непобедимая машина. Это кровожадные убийцы. А вот и подбегают муравьи. Личинка сама как-то забежала даже, я так скажу, в ходы. И, конечно, ничего хорошего с ней уже больше не будет. Также я экспериментировал немного с рационом их им и закинул немного сушеного гомаруса. Они его хорошо едят. Знаю. Не ругайся, не судите строго. Но из-за гомаруса с муравьями ничего такого страшного не случилось. Но говорят, что были случаи отравления. И я поверю этому. И, по крайней мере, я их больше гомарусом не кормлю. Но и вреда я как-то не вижу в этом. Как же мне нравится, когда охотятся эти муравьи. Вот подбежали солдаты, и они просто своими жевалами бонзаются в хитин этой личиночки. Что ж, пришло время прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был канал Friendly Ants. Пока.